Панэ Помодоро, пляж, пари, центральный городской видео, большое сейчас плывет на него ссылочка на большое видео, где я прошелся, показал вам этот городской пляж на берегу Адриатического моря. На автобусе марки Би можно доехать в ту сторону до базилики Святого Николая, идти пешком не более 40 минут. Так, Панэ Помодоро. Панэ Помодоро. И вот она остановка автобуса прямо здесь. Вот такие прокатные велики стоят на набережной, QR-код есть, электро он, да, наверное. Венгерская машина, первый иностранец за сегодня, венгерская. Панэ Помодоро. Ждем автобуса Би, едем на базилику Святого Николая, потому что пешком 40 минут, идти по солнцу. Трубус Би просто без цифры. Здесь на мягкой слюбидной обороны. Название конечной станции. Вот расписание, да, даже расписание, есть с этого места получается. 18-19, вот оно. Что я подаю водителю 2 евро, а он меня это показывает, что типа билетов нет у меня. Я вышел. Я в шоке, капец, блин. Написано везде было, что водителя можно купить, но дороже стоит билет. Это жесть. А где я здесь куплю билет? Что-то я не подумал, сразу люди платят там этими. Телефоны прикладывают, я считаю. Вступил, уже вышел, когда сейчас начинаю судорожно искать, где купить билет. Понимаю, что я его здесь не куплю. И вспоминаю, что можно же картой попробовать оплатить. Крайне мере попробую. А сейчас опять попытаюсь дать водителю, если водили нет. Или сразу попытаюсь оплатить как. Стоп, а как оплатить карты? А билет мне дадут или не дадут? Я не знаю. Мне же билет нужен физически. Совсем я понял, люди платят. Эта штука на билеты не выдает как таковой. То есть, если бы я оплатил своей картой, заходит контроль. А как я докажу, что я оплачиваю? Я не совсем понял этот момент. Короче, я водителю 2 евро показал. Он их взял. Билеты он мне не давал. Ну, мне все равно, я не буду права качать. В следующий раз просто она готовится покупать билет. Один хотя бы что в кошельке был на автобус, на всякий случай. Ну, ехать здесь где-то остановки 3, наверное, примерно. Здесь поменьше волночки. Так автобус B называется. Просто буква B и все. Борис. Просил меня, он мне сказал по-английски. Я вам покажу, сидите здесь. Ну, не зря заплатил. Я думал, что вот это уже тот порт, где я вчера был. Нет, друзья. Вот там аж далекие, где краники. То есть, вот тут вот это все расстояние, мне еще надо проехать. То есть, идти пешком я на минут 40 минимум. Да, это больше, наверное. Я думал, что вот здесь уже мне выходить. Но нет, мне еще дальше. Всего где-то остановки. Но на остановках не останавливаются, потому что это кнопочки. Тоже люди не выходят. Он не останавливается. На остановках людей нету. Как-то он только на пляже селился. Вот, видите. Еще мы проезжаем. Тут уже центральная улица. Вот сюда я мог бы вчера дойти вечером, когда театр нашел. Это как-то почти центр. Он уходит немножко от моря. Как красота порт. Здесь, я думал, где эти лодочки. Вот, а ну и можно прогуляться. Боже, а тут может и сплавать куда-то можно отсюда, потому что здание порта даже есть. Класс. Нет, он не уходит от моря, просто тут, видите, участок такой. Друзья, куда ни зайди, вот случайно попал на эту улочку. Тоже, видите, собор как красивый. По времени, не знаю, я успею, не успею, как Николай, надо было там быть полседьмого. Сейчас уже без пятнадцати. Немножко запутался, вышел с автобуса. Пешком-то я тут ходил, но я ж ходил такими путями прогулочными. А сейчас я немножко... Он ушел таки от моря, и я немножко вот... Ну, не то, что потерялся, но немножко... Немножко не совсем понял. А сейчас, я так понял, мне в дворы надо будет уходить, да? Как и вчера, я туда выйду. Что-то продают, опа! Вау! Вот так рыбку продают, смотрите. Креветки, креветки, миски. Свежие-свежие креветки, блин! Тут едят многие морепродукты сырыми, и считают, что самая свежая. Вот та же креветка, а там морской огурец, неважно кто, что самое свежее на течение 15 минут после вылова. А вот улица с макаронами тоже здесь. По ней сейчас и пойдем. Друзья, о чудо! Я вижу колонку. Вчера, получается, не дошел немножко. Я шел по той стороне возле крепости. Валерия, привет! Ну, крепость там, я не знаю, где в нее вход. Боже мой, колонка! Вы представляете, колонка, друзья! Полчаса с полседьмого до семи ежедневно открываются врата. Тогда я опоздал сейчас. Завтра вроде как целый день. Ну, я не знаю, насчет целого дня, но полседьмого точно будет открыт. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... да буквально пять минут и опоздал если первый автобус не отказал взял бы мои 2 евро и повез меня даже с билетами но я был успел и все что не делается не все не просто так поэтому я думаю на знаете не столь важно подойти прям туда там все равно же как бы то есть само присутствие здесь даже если просто вы придете собор будет закрыт вы прикоснетесь к этой стене я уверен этого уже будет достаточно потому что само по себе это место уже святое и он здесь повсюду музей либо магазин вот я не знаю вроде как музей написано тут шок написано вы помните это набережная она вчера была пустая потому что днем а вечером люди выходят в виде люди повсюду городу принципе женщина залезла не может вылезти с моря помогает не знаю немножко искупаться по пояс ой классного тут сейчас свеженький ветер ты сидел бы и сидел весь вечер и жарко уже не будет купил сюда похоже на любительскую колбасу вместо прошуто встречая за любительской колбасой лидл за моей спиной тут сразу же наш отельчик вот такой вот видео подмонтажик получилась друзья эксцеллер здесь я правильно читаю классный вечер хорошо погуляли бонасэра